Итак, джентльмены, а также некоторые леди, насколько я помню, интересующиеся нашей странной мальчуковой темой, я позволю напомнить вам, что уже через неделю наступает время самого главного аудиофильского события, хотел бы сказать нашей эпохи, но этого года в любом случае, потому что да, это хай-фай-шоу с 20 по 22 октября, то есть целых три дня, это будет пятница, суббота и воскресенье, да, хай-фай-шоу возвращается. В том самом отеле Бородино, который вы уже, может быть, посещали, на Русаковской, кажется, улице, в 27-й раз уже в истории нашей страны происходит этот адский, сатанинский, аудиофильский шабаш с блэк-джеком, большими колонками, лампочками, винилом и всем остальным. Кстати говоря, интересно, много ли было винила на первом хай-фай-шоу, которое было еще в 90-х? Да, продолжим. И это, конечно, вам, ребята, не по шоурумам бродить, продавцам мозг выносить и на всяких между собойчиках, значит, слушать пару колонок. 10 этажей, ребята, 10 этажей, по-моему, 80 с лишним комнат в каждой по хай-фаю, причем в некоторых по нескольку хай-файных систем. Вот скажем, ну, чтобы вы поняли, например, это просто один из малюсеньких эпизодов в том, что будет происходить, будет презентация новых колонок Torrance в открытом корпусе. Torrance, который делает винил, сделали колонки в открытом корпусе, понимаете, вообще, с ума сойти. И они будут подключены одновременно к ламповой и транзисторной системе. Будет аудиоресерч и ИБА французская. И вот можно будет сравнить ламповый и транзисторный звук на этой абсолютно безумной акустике. Вот, да. А еще там что только не будет, значит, понятное дело, что в пятницу для всяких там дизайнеров тролевали какие-то конференции. Да, они, по-моему, всю дорогу. Конференции, мастер-классы, семинары, вот это вот все, значит, естественно, всю дорогу и для публики. Я даже перечислять не буду. Нет, буду перечислять. Почему? Дождитесь в финале, когда про себя еще расскажу. Я ведь тоже участвую, ребята. Но так, чтобы вы понимали масштаб. Джазовый фестиваль будет происходить в субботу. То есть, я так понимаю, что целый день будут играть джазовые музыканты в отдельном концертном зале. Там у них реально соревнования. Будет кто-то им там вручать призы за лучшее исполнение. Че-то такое. Более того, обещают какой-то невероятный аттракцион. Типа, ты пошел, послушал ребят, которые играют живьем. А потом их же записи можно послушать на хаянде в разных углах выставки. Понимаете? То есть, вот это та самая любимая наша тема. А-ля, есть ли вот этот самый настоящий натуральный звук? И что лучше звучит? Настоящие живые музыканты или их запись на аудиосистеме? Предсказываю их запись на аудиосистеме. Но, впрочем, вы приходите и проверьте сами. Ой, слушайте, сколько там чего будет? Сколько чего будет? Значит, отдельный раздел будет с портативным хай-фаем. Да, то есть, всякие наушники, плееры, цапы портативные и так далее. Этому посвящен отдельный раздел выставки. Значит, отдельно будет, как всегда, вот этот вот виниловый базар. Забыл, как он сейчас у нас называется. Ну, короче говоря, большой-большой зал с пластинками, где можно будет все закупить. Я обычно без десятка пластинок с выставки не ухожу. И наверняка тоже там погружусь в эту всю историю. Так, что еще? А, премию ТОП ХН будут вручать. Надеюсь, на само вручение меня хотя бы позовут. Хотя, в жюри я уже там не сижу. Да, собственно говоря, джазовый фестиваль начнут с 21-го. Это, получается, суббота. 21-го уже и 22-го у них еще какой-то вообще... Вот это я не понял пока что. Но, опять же, посмотрим, проверим. Называется Hi-Fi Quiz. Впервые в истории выставки. Я так понимаю, что это что-то типа хай-файной лотереи. Короче говоря, можно будет что-то там выиграть. Милости прошу. Да, ну и для всех, кто придет на выставку, конечно, встреча с великими деятелями аудиоиндустрии. И всевозможные ценные мастер-классы. В субботу, значит, будет великий и ужасный Миша Кучеренко рассказывать, знаете, про что? Про импортозамещение в области хай-энда. Типа, как наш отечественный хай-энд, кстати, дает ответ на недостатки теперь на рынке иностранного хай-энда. Очень любопытно. Попробую даже сходить. Значит, в субботу же Витя Горбатов, главный специалист у нас по винилу, будет вести мастер-класс. Это, кстати говоря, крайне рекомендую, если у вас есть конкретные вопросы по настройке проигрывателя. Потому как, чего, куда, к чему подходят. Вот Витя на них прекрасно отвечает. Да, и в субботу и воскресенье еще идет такая история Академии Винила с прямой трансляцией в интернете. Это ребята из Авертона устраивают. Там участвует куча народу. Обычно это минут по 23. В общем, тоже советую зайти. Я точно расписанием не помню, но там наверняка будет что-то невероятное. По ссылке в описании все подробности, я надеюсь, найдутся. Да, ну и, собственно говоря, в воскресенье, извините, в воскресенье ваш покорный слуга наконец-то впервые в Москве, в столице нашей Родины, прочитает таки свою проповедь о звуке. Будет это в... во сколько? В 12 часов дня в субботу. С 12 до часу. Ну, как прежде проповедь, каратенечка минут на 40, потом обмен мнениями, объятия, селфи и вот это все, что мы любим. Ну, а потом опять по выставке пойдем гулять. Так, все ли я сказал, что надо? Ну, более-менее все сказал. Все подробности по ссылочке в описании вы прочитаете, покупайте билеты, приходите на выставку. Такого масштаба мероприятия у нас происходит только раз в год. Слава богу, что в этом году удалось, что оно произойдет. Ребята, надеюсь всех увидеть. Я буду все три дня, предупреждаю, и вам того же желаю.